Всем доброго времени суток, с вами Виталий Соколов и это очередной видео урок по созданию игр в среде программирования Delphi. Начиная с этого урока мы начнем небольшой цикл уроков, которые будут посвящены основам создания таких игр, которые находятся в жанре RPG. Особенности этого жанра заключаются в том, что вам дается какой-то главный персонаж, которым вы управляете на протяжении всей игры и пока вы играете, вы должны вашего персонажа прокачивать. То есть он должен набираться опыта, а вы будете повышать ему какие-то важные характеристики, которые в дальнейшем будут ему в чем-то помогать в прохождении игры, облегчать вам это самое прохождение. Также очень важно создавать квесты, то есть вы должны выполнять какие-то задания, за которые вам будет даваться опыт, сражаться с монстрами, вам также это будет приносить свои плоды и многие другие элементы, о которых мы с вами в дальнейшем поговорим. А пока, пожалуй, перейдем от теории к практике и начнем создавать нашу заготовку для будущей игры. Запустили наш Delphi, в моем случае это Delphi 7 Lite Edition. Сохраняем сразу же проект, чтобы у него уже была папочка, это нам понадобится для того, чтобы мы с вами в дальнейшем могли сюда же поперемещать и нужные нам картинки. А картинки нам понадобятся в любом случае, так что лучше сохраниться сразу. Первые картинки, которые нам понадобятся, это картинки покрытия земли. Давайте создадим папочку имиджи, внутри папочки, в которой у нас сохранен проект. И здесь создадим папочку Ground, типа земля. Перемещаем сюда нужные нам картинки. Сейчас я вам их покажу. Они у меня будут размера 60 на 60. Можно любой размер выбрать, но вообще, конечно, не советую брать такие размеры, как у меня. Лучше воспользоваться теми размерами, которые кратные двойки. Там 16 на 16, 32 на 32, 64 на 64 и так далее. Так, ладно, сейчас не об этом. В моем случае я решил, что у меня в мире, например, будет вода. Причем вода будет анимированная, значит, будет два кадра. 0 и 1. У меня будет глина, песок, земля и, собственно, трава. Теперь мне нужно эти картинки загрузить в переменные, выделить под них память. И потом я смогу с помощью этих переменных рисовать у себя на форме эти картинки, создавая таким образом мир. Итак, переходим в наш Delphi и создаем массив, который будет хранить картинки. Например, это будет Ground, то есть Земля. Он будет у нас типа Tbitmap, то есть хранить картинки в формате BMP. Также нам понадобится переменная Path, которая будет хранить путь к нашей папке. Ну и, пожалуй, пока что все. Загрузку всех нужных нам элементов и инициализацию мы будем с вами производить в событии нашей формы. Вот кликаем по форме и выбираем ее событие, которое называется OnCreate. То есть, когда создается форма, тогда и будут выполняться следующие действия. Во-первых, куда бы наша была не перемещена папочка с игрой, мы должны получить ее путь, чтобы знать, откуда нам загружать в этом картинке надо будет. То есть, пишем команду Extract FileDir и пишем Application.xnl. Application – это наша с вами программа. Так, путь мы получили к нашей папке. И теперь мы объявим временные переменные. Пока нам нужна только i, типа Integer. И давайте в цикле for i от 0 до 5. и прописываем Ground и ты присвоить tabitmap.create. Так, что ему там не нравится? Граунд и ты. А, мы не объявили, что это массив. Пишем Array. От 0 до 5. Картинки будут в нем содержаться. Вот, теперь все будет отлично. Tabitmap.create. Дальше загружаем, собственно, этот tabitmap. Ground и ты .load from file, то есть, загрузить из файла. А путь, откуда загрузить, мы пишем path, то есть, наша папочка с программой. Плюс. Пишем слэш, то есть, нужно зайти в эту папку. Найти папочку img. Снова ставим слэш, то есть, зайти в эту папку. Найти папочку внутри нее под названием Ground, тоже зайти в нее. А дальше мы должны найти имя файла с именем, переводим цифру. Это будет наша и в цикле она будет меняться, это как раз и будет. И в конце добавляем формат .bmp. И сейчас давайте с вами запустим и проверим, нет ли у нас ошибок. Здесь мы с вами не поставили off tabitmap. То есть, какого типа. Запускаем. Так, int to str пишется с двумя t. И все, у нас с вами проект запустился, значит, картинки мы с вами загрузили правильно. Теперь перейдем к созданию нашего мира. Для этого создадим двухмерный массив. Почему двухмерный? Потому что у нас будет ширина у мира какая-то и длина какая-то. Ну, мы с вами его квадратным создадим. Ну, а вообще в двухмерных играх всегда двухмерный мир. Он будет у нас... Давайте вообще, наверное, под мир отдельный создадим тип. Вот перейдем в раздел type. И создадим тип tmap, то есть ткарта. Напишем record и end. У этого tmap будет ground, то есть земля хранится. Это массив будет. Хотя, в принципе, мы просто сделаем массив тмапов. Ground у нас будет хранить номер картинки. Вот таким вот образом. В дальнейшем мы сюда добавим и другие элементы, пока у нас будет только тип земли храниться. И объявим в разделе var переменную map, которая будет array of tmap. Напишем из большой буквы, чтобы красивее было. И давайте с вами решим, какого размера у нас будет, собственно, наша игровая карта. Ну, думаю, не будем сильно заморачиваться. Создадим ее типа от 0 до 49. От 0 до 49. То есть 50 на 50 клеточек получится у нас игровая карта. Не очень большая, но и не очень маленькая. Теперь, собственно, в самом форм-креете давайте с вами обнулим нашу карту. Обнулим, то есть всем ее значениям присвоим нолики. Сделаем это тоже в цикле. Но теперь нам понадобится еще одна временная переменная, которую мы назовем j или j. Как вам удобно. И тоже будем в цикле присваивать нули. От 0 до 49. Do for j присвоить 0. To 49. Do. И здесь мы пишем map. И ты житый. Точка. Ground. И присваиваем 0. Это значит, что в каждом элементе, в каждой клеточке с ее номерами и ижи. И это у нас по иксам, по координатам номер клеточки. А жи это по икрикам у нас номер клеточки. Мы везде присвоили цифру 0. Это значит, что у нас там хранится картинка с номером вот таким вот. Но несмотря на то, что у нас мир полностью заполнен сейчас водой, мы с вами ничего не сможем увидеть. Для того, чтобы мы могли увидеть на экране то, что мы с вами сделали, давайте добавим на форму со вкладочки System таймер. Таймер у нас будет отвечать за прорисовку графики с определенной частотой. Вот у него сейчас стоит интервал 1000. 1000 это 1 секунда. То есть, если мы ничего не будем менять, то 1 раз в 1 секунду будет у нас рисоваться графика. Прорисовалась секунда, прошла, опять прорисовалась. Секунда прошла, опять прорисовалась. Это очень медленно. Особенно для экшенов и RPG, когда нужно постоянно будет двигаться, будет получаться, что вы как бы по кадрам будете все видеть. Потому что прорисовалась, потом 1 секунду, несмотря на все, что в мире происходит, это не рисуется. Потом хоп, секунда прошла, но нарисовала. Поэтому давайте здесь сделаем либо 100, то есть 10 раз в секунду будет рисоваться, либо вообще можно 50 сделать и тому подобное. Дважды кликаем по таймеру. Тоже объявляем две временные переменные в нем. И из же типа интеджер. И так же в цикле. В принципе цикл мы можем с вами скопировать. Так, немножечко подровняем. И здесь сделаем проверку. Если мап и ты житый. равен нулю, значит нужно нарисовать эту картинку. Причем рисовать мы ее будем не сразу на форму, а на буфер графический. Буфер у нас типа T. Битмап тоже будет. Почему нужно рисовать на буфер, я рассказывал в предыдущих уроках по работе с графикой. Если будет интересно, то вы с этим ознакомитесь. В простеньких играх можно буфер не использовать. Но в играх жанра RPG это практически невозможно. Для буфера обязательно задается ширина и высота. Вот давайте решим, какого размера у нас будет форма. Вот у формы есть события. Client height и client width. Это вот ширина и высота. Вот этой вот части. Давайте сделаем 800 на 600, например. Вот такой размер формы у нас получается. И тогда мы и размер буфера сделаем таким же. То есть ширина у него будет 800. buf.height высота будет 600. Ну и теперь переходим в наш таймер. И здесь мы должны нарисовать на буфере, на его конве. Конва это свойство, на котором можно рисовать. И пишем draft, то есть нарисовать. Здесь мы должны указать координаты, в которых нужно нарисовать. Вместо координаты x у нас будет идти i. Но при этом мы каждый раз i будем умножать на ширину картинки. То есть 60. Это нужно для сдвига. Вместо y мы указываем j. Тоже умножаем на высоту картинки. У нас картинки квадратные 60 на 60. И собственно саму картинку. Граунд с номером 0 нужно нарисовать. Теперь давайте запустим. И мы должны с вами на форме увидеть наше море. Так, мы здесь не указали после мап, что это граунд. То есть земля равна 0. Запускаем. Стоп, мы нарисовали на буфере. После того, как мы на буфере произвели прорисовку, нужно буфер нарисовать на форме. То есть форм 1, canvas.drav, 0, 0. И рисуем собственно сам буфер. Теперь запускаем. И вот мы с вами наблюдаем созданное нами с вами море. Теперь в форм-криете нашем мы давайте создадим не только море, но и землю на игровой карте. Для этого также можно в цикле, можно вручную, можно с помощью редактора карт. В одном из предыдущих уроков я учил, как делать редактор карт. Можно создать карту. Ну, мы это будем делать сейчас вручную. Я имею ввиду заполнять нашу карту. Вот давайте двоечки присвоим. Или пятерочки, да? У нас там трава пятерочки. И тогда нам нужно будет здесь уже вписывать два if, либо воспользоваться кейсом. То есть, кейс. В кейсе мы указываем наш граунд, его номер. Off. End. И здесь указываем разные его значения. Когда он равен нулю, то мы должны рисовать картинку с номером 0. Вот таким вот образом. Теперь это можно будет уже стереть. И таким же образом сейчас скопируем и для остальных. Вот. У нас может быть один, два, три, четыре и еще пятый. И указываем номера картинок, которые будут рисоваться в разных случаях. Один, два, три, четыре, пять. Теперь в зависимости от того, чему у нас будет вот здесь вот равен граунд на нашей карте, с таким номером картинку мы и будем рисовать. Либо есть еще один способ, как это можно сделать. вообще даже в одну строчку. Мы можем написать тоже 부ф, канва, здрав. А номер хранится в маппетом житом граунд. Поэтому мы просто здесь вместо нуля пропишем маппет и житый граунд. Во всех случаях у нас будет работать правильно. Вот прорисовалась наша с вами трава. Далеко не вся карта у нас сейчас влазит на экран. И мы с вами потом сделаем прокрутку для нашей карты, когда мы по ней перемещаемся. Отлично. Так же мы с вами можем, например, сделать вводу анимированной. Но для этого нам нужно будет в тип граунда ввести переменную, которую назовем аним. Она тоже будет типа интеджер. В принципе, можем через запятую. Изначально форм-креейтим. Так, хотя нет. Так у нас будет куча анимов создана. Давайте отдельно создадим эту переменную. Аним-мап назовем ее. Анимированная карта. Типа интеджера. И форм-креейтим. И изначально ей присвоим значение 0. Присвоили 0. И теперь у нас здесь добавится еще одна проверочка. Если мап и ты житый точка граунд равен 0, тогда мы должны рисовать нашу карту. Картинку точнее на карте. Но с номером аним-мап. Ну и конечно же у нас этот аним-мап должен увеличиваться. Вот каждый раз с действием таймера у нас аним-мап будет увеличиваться на единицу. Мы можем, например, ограничить. Если аним-мап стал больше одного, тогда мы аним-мап присваиваем снова 0. Так она будет двигаться 0, 1, 0, 1, 0, 1. И таким образом у нас будет анимироваться и море. Давайте запустим. Вот вы видите, как море у нас с вами анимировано. Допустим, вы захотели сделать так, чтобы анимация у моря шла медленнее. Что нужно сделать? Ну, собственно, немного нужно будет изменить. Мы можем, например, ограничить до 4 здесь. и тогда здесь будет немножко больше проверочка. мап и ты же это равен нулю, и при этом аним-мап меньше 2, тогда мы рисуем нулевой. У нас всего 4 значения, которые может принимать анимап, потому как мы ограничили его от 0 до 3. Вот. А если больше или равен 2, то мы граунд первый. грубо говоря, мы с вами сейчас в 2 раза замедляем анимацию. Проверяем. смотрите. Анимация у нас замедлилась сейчас в 2 раза. так, ну хорошо. и это еще не все. чтобы вам нагляднее это показать, сейчас добавим на карту рядышком немного других текстур. Ну, давайте 3, 3, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 5, мы присвоим здесь, например, двоечки. Или даже троечки давайте. Троечки это у нас, по-моему, песок. Запускаем и вот смотрите, у нас мир получается такой квадратный. То есть все ровное, грубое, квадратное и плавных переходов между текстурами нет. Как же нам сделать эти плавные переходы, чтобы у нас все смотрелось более качественно? Ну, для этого нам нужно будет написать довольно-таки большую процедуру. Те, кого устраивает квадратный мир, вы сможете все оставить так, есть. в принципе, этот видеоурок пролистать дальше и не делать эту процедуру. Если же вы хотите сделать плавненько, чтобы у вас переходы переходили, ну, более-менее плавненько, то советую посмотреть, как как это делается. Для этого случая вам нужно будет подготовить вот столько кадров переходов. т.е., для каждого типа, кроме воды, вам нужно будет продумать, что у вас находится выше, что ниже. Например, у меня ниже всего будет вода, сразу над ней глина, чуть выше песок, еще выше земля и еще выше трава. Пронумеровать их также нужно будет в порядке возрастания. Дальше вы делаете переход, например, для глины. Когда глина будет залазить, точнее, рядом с глиной будет вода, это будет говорить о том, что глина будет залазить на воду. И если вода будет справа, тогда мы с вами будем дорисовывать сверху воды вот такой вот переходик кривой. И уже будет создаваться эффект того, что у нас не квадратный вот здесь будет элемент, а уже такой немножко закругленный. Если вода будет снизу, тогда у нас будет переход рисоваться вот так. Если вода слева, то вот так. Если вода сверху, то вот так будет дорисовываться. Если вода наискосок будет, тогда тоже мы здесь кусочек уголочка дорисовываем. И так дальше. И таким образом у нас получается 8 переходов для каждого типа текстуры. чем больше у вас будет текстур, для каждой из них вы будете рисовать вот такие вот переходы. Ту область, которую рисовать не надо будет, нужно заполнить каким-то одним цветом. Я заполнил например черным. На черном хорошо видно то, что мы нарисовали. Вы можете любым другим это сделать. так и у нас получается вот как я их пронумеровал. Первая цифра у каждого перехода это номер текстуры которая принадлежит. Вот например 2 это говорит о том что он к второй текстуре принадлежит. Если идет 3 вот песок то он к песку принадлежит. 4 к земле и 5 к траве. А дальше номер поворота. Вот мы будем проверять воду например. Если у воды что-то есть слева например цифра 2 а цифра 2 это там хранится глина слева от воды. Значит мы рисуем для поворот 1 1 это будет у нас например лево. Слева будет рисоваться вот такая вот вещь на ней. 2 это например вверх. То есть по часовой стрелке будем идти вот так слева. Слева будет 2 1 точнее. Сверху 2 справа 3 снизу 4 а дальше мы идем по уголочкам 5 это наискосок вправо вниз 6 наискосок влево вниз 7 наискосок вверх влево и 8 наискосок вверх вправо возможно вам сейчас тяжеловато будет это осознать ну теперь нужно загрузить во первых эти переходы а потом мы с вами займемся написанием процедуры для меня давайте объявим переход это тоже будет у нас массив который будет двухмерным и который будет хранить у нас для 5 текстур то есть от нуля или от одного даже от одного до пяти и получается 8 поворотов разных то есть от одного до восьми первая цифра это номер текстуры будет который принадлежит переход а вторая цифра от одного до восьми это номер поворота для перехода тоже тбитмап тип наших переходов будет так ну и займемся пожалуй загрузкой вот скопируем то как мы граунд загружали но у нас здесь еще добавится кроме и еще и так у нас с единицы идет здесь тоже с единицы до восьми вместо граунд у нас идет переход переход и движетый скопируем его и здесь ниже тоже мы его вставим здесь нужно будет добавить плюс int int to str еще и j добавится так и обязательно нужно указать чтобы не рисовался у нас черный фон поэтому точка transparent нужно присвоить true это это мы включили прозрачность прозрачность пробуем загрузить так мы снова не указали off и bitmap здесь j я не исправил так и у нас нет картинки 11 бмп давайте посмотрим все верно для воды у нас нет переходов и зачем я их загружаю непонятно с двоечки здесь начинается в переходе тоже здесь напишем что с двоечки запускаем вот теперь все нормально у нас загрузилось ну и теперь приступим к сложным вещам будем с вами сейчас писать процедуру прорисовки переходов для этого давайте перейдем в самый низ немножко отступим и напишем процедуры переход то есть переходы поставим begin end также объявим две временные переменные и ижи типа integer и приступим к придумыванию перехода ну нам придется с вами можно в принципе и по всей карте пробежаться давайте наверное так и сделаем можем скопировать из таймера как мы обрабатываем всю нашу карту добавим это в процедуру переходы напишем begin end и получается что мы будем проверять каждую из наших ячеечек грубо говоря то есть всех соседей должны проверять итак давайте проверим не стоит ли слева от нас кто-то то есть есть ли map и ты житый то есть если наша карта точка ground вот ячейка которую мы проверяем получается если она меньше ячейки которая находится слева а слева это и минус 1 это говорит о том что левая ячейка будет залазить на нашу ячейку тогда нам нужно будет вот здесь еще одну проверочку добавить при этом и минус 1 должен быть больше или равен нулю потому что если мы на отрицательные координаты залезем у нас таких нет у нас выбьет ошибку ошибки внутри игры нам очень даже ни к чему итак в этом случае мы должны снова таки на буфере канвас точка драф с координатами и умножить на 64 ж умножить на 64 мы рисуем переход теперь нужно определить какой переход во-первых какой текстуре он будет принадлежать он будет принадлежать к текстуре левой клеточки потому потому как она выше именно она будет залазить на нашу клеточку которую мы с вами рассматриваем и ее номер поскольку она находится слева это значит номер будет один вот чтобы проверить действует ли наша процедура давайте мы ее с вами объявим перейдем для этого в раздел var процедуры и функции объявляются в конце перед самим implementation вот этим вот все переменные должны стоять выше если вы ниже процедуры напишите у вас будут выбивать ошибки так что имейте это ввиду и в таймер давайте вставим нашу проверочку перед прорисовкой буфера напишем переход давайте запустим и проверим так мы с вами видим что рисуется не совсем правильно и не совсем так как оно должно быть и у нас рисуется и черный фон чтобы черный фон не рисовался вот где у нас происходит загрузка наших переходов нам нужно будет указать конкретный цвет который не должен рисоваться именно черный переход с это и житой точка transparent color мы присваиваем cl black сокращенно от color black если теперь мы запустим то видите у нас рисуются переходы но они рисуются не в тех местах то есть они должны быть как-то сдвинуты да да все верно сдвинуты они у нас потому что я умножаю на 64 а должен умножать на 60 по привычке написал вот сейчас видите земля слева у нас залезла на песок и уже создается такой более менее приятный эффект и здесь видите у нас не идет ровно земля более плавненько сейчас нам нужно будет прописать то же самое для каждого поворота так копируем наши переходы теперь давайте сделаем то же самое но справа и плюс 1 здесь уже будет проверяться и плюс 1 у нас должен быть меньше или равен 49 так как это размер нашей карты здесь тоже мы указываем и плюс 1 и если у нас справа что-то рисуется то это у нас троечка под номером 3 отлично можем можем даже написать здесь чтобы было понятнее это у нас слева право сейчас напишем для верха но здесь уже будет проверяться j j-1 пишем j-1 здесь здесь то же самое j-1 это будет цифра 2 для верха копируем и прописываем и прописываем то же самое для низа для низа это у нас уже номер 4 будет и все что у нас поменяется это j-1 меньше или равен 49 будет ставим на него такое ограничение давайте запустим и теперь проверим вот видите со всех четырех сторон у нас трава залезла на наш песок и чтобы переход был еще более качественным вот здесь по уголкам видите у нас немножко не дорисовывает потому как мы только с четырех сторон подходим давайте с вами будем дорисовывать еще уголки поэтому нам нужно с вами сейчас будет сделать еще для вверх лево для диагонали для диагонали вверх право низ лево и низ право так для лево давайте скопируем и у нас здесь будет проверяться не только и минус один чтобы больше нуля был но еще и жи минус один и минус один жи минус один так вверх лево смотрим что это у нас это у нас цифра 5 отлично копируем так дальше у нас идет вверх право примерно то же самое будет но для права у нас и плюс один и меньше или равен сорока девяти должен быть то есть ширине иксы должны быть меньше или равны ширине нашей карты а игреки когда мы к ним что-то плюсуем они должны быть меньше высоты нашей карты и плюс один и плюс один я подозреваю что это цифра 6 все верно так теперь не излева здесь уже джей плюс один идет меньше или равен сорока девяти это цифра семь и последний переходик уголочек это не справа здесь и у нас меньше или равно сорока девяти и ж тоже плюс один меньше или равно сорока девяти будет все можем запустить и смотрим что у нас получилось видите теперь переходы стали более качественными что ли а стоп у нас уголки рисуются не там так в чем дело а дело в том что 7 и 8 у нас поменены местами вот так нужно 8 7 давайте перепроверим вот теперь все правильно все все мы добились мы добились того результата которому стремились то есть таким образом вы можете сделать вашу карту более эффектной можно сделать по нескольку видов переходов то есть для каждого поворота может быть несколько но тогда вам нужно будет в редакторе карты это прописать чтобы когда вы кликаете чтобы у вас один из переходов генерировался и ставился ну а теперь перейдем непосредственно прорисовки нашего главного персонажа для этого давайте загрузим его картинки для этого нужно нарисовать картинки нашего персонажа так давайте отдельную папочку создадим для картинок персонажа назовем их play и туда вставим нужные нам картинки вот смотрите я нарисовал нашего персонажа с анимациями ходьбы первая цифра будет обозначать всегда это номер поворота 1 это когда он смотрит вниз 2 вверх 3 влево 4 вправо 5 наискосок влево вниз 6 наискосок вправо вниз 7 наискосок влево вверх и 8 наискосок вправо вверх дальше 2 цифра обозначает кадр анимации то есть вот он поднял левую ногу по цифре 2 он ее поставил потом по цифре 3 он поднял уже правую ногу по цифре 4 снова поставил и если мы так будем анимировать будет казаться что он то поднимает то ставит ноги и как будто двигается и так для каждого поворота я прописал так поэтому давайте загрузим play сделаем массивчик array поворотов у нас 8 значит одного до 8 и анимации 4 значит одного до четырех of the bit map снова переходим форм креет именно здесь у нас происходит вся загрузка так здесь cl black color мы убираем потому что у нас здесь не черный фон у человечка здесь прописываем что у нас будет 8 поворотов а джей будет от 1 до 4 это будет уже play и ты же ты скопируем и вставим его везде так и уже папочка будет не ground а play а вот и ты же ты у нас все так в принципе остается пробуем загрузить все вроде бы загрузилась у нас нормально никаких ошибок не выбило значит теперь перейдем к созданию типа нашего человечка вот где у нас есть тип темат здесь же мы давайте создадим и тип тплей например рекорд and с точкой запятой и что у него будет во первых это его координаты x и y и давайте обозначим где он у нас будет находиться изначально тоже форм креете так для начала объем переменную этого типа сделаем может быть игрок или плеер перс персонаж да пускай будет перс а тип у него будет тплей прописываем перс точка x где он находится давайте на четвертой клеточке слева при этом умножаем на 60 перс точка y тоже давайте на четвертой клеточке сверху умножить на 60 и чтобы мы с вами могли знать как его отобразить давайте ему добавим еще и поворот и здесь же ниже пишем перс точка поворот изначально будет повернут вниз поэтому один поставим в таймере давайте его нарисуем после переходов будем его рисовать так как он выше них стоит так и пишем так буф точка канвас точка драм где его нужно отобразить перс точка x перс точка y и его картинку его картинка это play дальше номер поворота то есть перс точка поворот и номер его анимации ну изначально давайте один пока мы его не будем анимировать нам главное его отобразить смотрим вот видите наш персонажик отлично нарисовался так анимацию надо было с нуля начать цифры 0 хорошо теперь добавим нашему персонажу давайте перейдем к его управлению научим его поворачиваться в разные стороны для этого кликаем по форме и переходим в события формы которая называется он кей даун то есть когда кнопка нажата и будем проверять если кнопка равна в к left то есть стрелочка влево в этом случае мы перс точка поворот присваиваем один то есть поворачиваем его влево если вы карает то есть стрелочка вправо тогда поворот 2 поворачиваем вправо они стоп влево у нас это получается 3 справа 4 так вверх это двоечка вк ап вк даун вниз это у нас будет поворот 1 пробуем запускаем а нуля нету ну-ка давайте посмотрим а да с единицы начинается да все верно тогда давайте двоечка когда он стоит ровненько вот он у нас повернут смотрите нажимая стрелочку вверх он повернут вверх вправо влево вниз вот он отлично поворачивается у нас в разные стороны пока не анимируется но уже поворачивается а для поворота на разные диагонали нам уже нужно будет зажимать две стрелочки поэтому чтобы знать когда они нажаты когда нет давайте объявим булевые переменные в тплеере это будет например это будет например left right up и down типа бульян в самом начале форм крейте мы им присвоим фальш то есть эти стрелочки не нажаты пирс лифт присваиваем фальш пирс райт присваиваем фальш пирс апп тоже присваиваем фальш и пирс даун тоже самое с этим разобрались и теперь при нажатии он кидал помимо того что мы будем поворачивать нашего персонажа мы будем еще и отслеживать какая кнопочка нажата поэтому пропишем begin и end так и прописываем перс . left присвоить true перс . right присвоить true перс . up присвоить true и перс down а при отпускании кнопки мы должны снова присваивать фальш поэтому в событии формы on key up то есть при отпускании кнопки мы должны прописать тоже примерно то же самое только здесь уже поворотов не будет да и присваивать мы будем не true уже а фальш то есть эти кнопки уже не нажаты так переходим снова в on key down и в самом низу будем проверять еще диагонали если нажата клавиша нет будем не так если перс . left равно true and перс . up равно true то есть мы нажали вверх и влево тогда перс . поворот мы присвоим сколько у нас там 7 давайте скопируем давайте скопируем точку с запятой не забываем в конце так для вправо right здесь пишем и для нижних диагонали сделаем то же самое вместо a поставим down влево 5 вправо 6 пробуем вот повернули по диагонали в одну сторону во вторую в третью и в четвертую ну и собственно в четыре других стороны мы тоже нормально теперь поворачиваем нашего персонажа теперь давайте сделаем анимацию его ходьбы для этого в принципе можем сразу же в таймере обрабатывать давайте в самом низу можем почему бы нет будем проверять если перс . left равно true если нажали крестик влево или нажали вправо то есть tried или нажали вверх или нажали вниз тогда пишем begin and перс . анима нет мы с вами его пока не объявляли давайте объявим давайте объявим у него аним который будет хранить номер анимации форм create изначально присвоим ему какое-то значение например 2 перс . аним присваиваем 2 со второго кадра анимации будет все начинаться и тогда вот в таймере там где мы рисуем нашего персонажа а вот здесь вместо двоечки будет уже перс . аним и здесь перс аним мы увеличиваем на единицу то есть инк ставим инк это и есть увеличение на единицу и при этом у нас там есть ограничения то есть если перс аним стал больше 4 тогда перс . аним мы присваиваем 1 пробуем вот движение влево вниз вправо вверх по диагоналям вот анимация проходит отлично осталось теперь еще и заставить его двигаться в эти разные стороны поэтому сделаем здесь проверочку проверочку если можем в принципе отсюда скопировать но оры поменяем на энды вот если нажата стрелочка влево справа не нажата то есть фальшь вверх тоже не нажата фальшь и вниз не нажата в этом случае перс . икс мы присваиваем перс . икс и отнимаем скорость нашего персонажа а для того чтобы была скорость персонажа давайте введем ему такую характеристику и назовем ее speed то есть скорость форм create мы назначим ей какое-то значение перс . спид мы присвоим изначально 4 например и вот мы будем как раз и отнимать этот перс . спид копируем если влево у нас не нажата но нажата вправо вверх . тогда мы должны прибавить этот самый speed если и влево не нажата и вправо не нажата но нажата вверх вверх тогда мы должны отыгриков отнимать так теперь снова если влево не нажата и нажата только вниз у нас тогда мы к игрекам прибавляем и теперь прописываем для диагонали если нажата влево и нажата вверх здесь уже big and end нам понадобится помимо того что влево у нас идет движение у нас еще и вверх одновременно идет движение так копируем данный код и смещаемся ниже так если вниз то есть влево но уже вниз в этом случае мы просто к игрекам добавляем плюс так и здесь то же самое сейчас но при движении вправо вверх и вправо вниз left мы здесь пишем фальшь здесь то же самое вправо ставим true в одном и в другом месте так при движении вправо у нас иксы всегда плюсуются это единственная разница запускаем проверяем вот движение вправо вверх влево вниз по диагоналям все отлично работает можно по кругу ходить все отлично единственное что сейчас вот когда я нажимаю влево он не может просто повернуться и не сдвинуться чтобы он когда мы просто хотим развернуться и не сдвинуться с места никуда не переходил для этого нужно сделать булевую переменную назови меня пол от поворота сначала повернуться а потом уже идти прописываем чтобы изначально перспов была фальшь и тогда при он кей даун нужно будет наверное еще проверять если перс . пов равно true то есть мы уже повернулись тогда уже и а хотя нет поворот же должен сработать тогда можно попробовать в он кей апе мы прописываем чтобы перс . пов присваивался фальшь но это в том случае когда были все кнопочки отпущены поэтому нужно с таймера будет наверное скопировать вот эту вот проверочку только здесь оры поменять на энды если не нажата ни одна из клави что мы плохо присваиваем фальшь а тогда в таймере дважды кликаем по таймеру вот эти вот все движения которые у нас происходят мы здесь добавляем еще чтобы перс . пов был равен true и делаем подобную проверочку но ниже если у нас какая то есть кнопочек нажата но пол равно фальшь тогда мы перс . пов делаем true давайте попробуем вот видите теперь я поворачиваюсь в разные стороны если быстренько я нажимаю то он даже не успевает сдвинуться с места то что мы хотели собственно сделать но пока на данный момент вот ходим то мы в принципе нормально но мы с вами ходим и по воде видите этого происходить не должно поэтому давайте научим нашего персонажа плавать для этого нам конечно же понадобятся новые картинки копируем данные картинки в папочку play в моем случае будет по два кадра анимации для плавания персонажа я просто пол персонажа обрезал типа половина находится в воде а половина будет махать руками в разные стороны типа он плавает ну и понятно у нас первая цифра это поворот вторая это у нас будет буква п которая говорит о том что он плывет ну и кадр анимации давайте загрузим эти картинки в игру теперь чтобы мы могли их использовать и назовем их плав это будет арей от 1 до 8 и кадры анимации от 1 до 2 вовт и битмат переходим форм крейт и будем сейчас их загружать вот как мы загружали наших персонажей Примерно так же сейчас и будем загружать плав. Так, буква «П» у нас добавляется между и «Ж». Так, ну в принципе, наверное, и все. А, кадры анимации у нас не 4, а 2. Перезапускаем. Нормально, картинки загрузились. И теперь нам нужно будет делать проверку. Если наш персонаж находится на клеточке с водой, то он автоматически будет переходить в плавание. Делать мы это будем, конечно, в таймере. Вот здесь у нас идет передвижение. Ну и проверку на плавание, собственно, можно сделать. Давайте еще одну добавим характеристику, которая будет тоже «Булиан». И будет отвечать за то, плавает он или нет. Тоже назовем ее «Плав». И в форм-креете изначально сделаем его «Неплавающим». «Перс.Плав» присваиваем фальш, он не плавает в данный момент. А в таймере, перед прорисовкой нашего персонажа, вот здесь вот эта вот анимация будет происходить с его ходьбой. Если перс.Плав равно фальшь. Когда он не плавает, тогда вот он будет ходить по-обычному. А здесь будет проверка на плавание чуть выше. Так, если мап с координатами местонахождения персонажа, то есть перс.Х, дивно-60, перс.Игрик, див-60. При этом давайте брать серединку нашего персонажа, то есть плюс 30 будем добавлять. Будем ориентироваться именно посредине. «Перс.Плав». Точка «Граунд». Если она равна нулю, значит мы перс.Плав присваиваем «Тру», значит он переходит автоматически в плавание. Так, дальше у нас идёт проверочка, как его рисовать, когда он плавает. Здесь, во-первых, будет плав рисоваться. Здесь должно быть «Тру», само плавание. А вот «Перс.Аним». Див-2, наверное. Давайте попробуем так, наверное. Сейчас попробуем подойти к морю и проверить, будет ли у нас анимация. Да, вот видите, пошла анимация плавания. А, стоп. Не всегда у нас там выскакивает иногда персонажик. Это вот это вот «Див-2» у нас не срабатывает. А если мы добавим здесь плюс один, просто у нас анимации плавания две, а кадры анимации, то есть «Перс.Аним» меняются четыре, поэтому желательно делить на два. Сейчас в любом случае разберёмся. Вот, нормально плавание проходит. По диагоналям тоже. Всё. Наш персонаж научен плаванию. И когда выходит из воды, мы с вами не прописали, что при выходе из воды он становится неплавающим. То есть делаем ещё проверка на неплавание. То есть мы прописываем, если граунд больше нуля. тогда плав. Присваиваем фальшь. Запускаем. И пробуем подойти к морю, а потом выйти с него. вот плавание прошло. Прошло, возвращаемся назад. Всё. Мы вышли из воды и продолжили ходить в обычном русле. Теперь предлагаю нашему персонажу ввести такую характеристику, как жизни. Или, как их принято называть, хп. форм-креэйте мы, конечно же, должны начальное значение присвоить этому, этой характеристике. хп мы присваиваем, к примеру, ну, я не знаю, давайте 60. И сделаем теперь шкалу, которая будет показывать, сколько у нас ещё осталось в жизни. Рисовать эту шкалу мы будем под нашим персонажем. перейдём в таймер. Нам нужно то место, где мы рисуем нашего персонажа. Вот, собственно, и оно. И рисовать мы будем шкалу, когда он находится не в море, например. тогда мы здесь пропишем begin-end. Тоже буф-канвас будет. Точка муфту установить точку перс. x и в самом низу персонажа. Можно под персонажем рисовать, можно над, в принципе. Кому как удобнее. Я буду рисовать под, например. Перс. y плюс 60. Это как раз и будет наш низ. Устанавливаем туда точечку и буф-канвас. И буф-канвас точка. Лайн-тур, то есть нарисовать линию нужно будет до перс точка x плюс перс точка хп. сколько у нас жизнью. Ну а y остаются те же. Перс точка y плюс 60. При этом давайте установим цвет. Каким цветом будет эта шкала? сделаем, как обычно, красную. Точка pen точка color присваиваем cl red. Пробуем. Вот видите, под нами постоянно маленькая красная шкала. она какая-то очень тоненькая. Поэтому мы можем сделать ее потолще. Для этого нужно прописать буф-канвас.пен.витх и установить, например, троечку. Теперь видите, она стала гораздо шире. И теперь лучше видно наши с вами характеристики жизни. А допустим, у нас будет 120 жизней. И тогда у нас шкала будет аж вот досюда. Это будет некрасиво. Поэтому мы с вами должны прописать следующее. Если перс точка хп меньше или равно 60-ти, тогда begin мы рисуем вот так вот, как мы придумали. End. Если количество жизни у нас будет больше 60-ти, тогда мы должны будем прибавлять перс хп деленное на 2. хп. И таким образом, если у нас хп будет больше, у нас все равно будет отображаться нормально. Вот, например, введем хп 80. Оно у нас не будет выпирать, видите, оно все равно установилось нормально. кажется, будто его меньше, чем должно быть, но на самом деле наши жизни остались такими же, и они не вылазят за пределы. Можно вообще сделать так, чтобы отображался процент от того, сколько у нас там находится. Но для того, чтобы отображать процент, нам нужно знать, сколько жизни максимум может быть у нашего персонажа на данный момент. Поэтому у нас должна быть такая характеристика, как хп максимальная. Изначально количество хп и хп макс будет одинаково, потому что вас же еще никто не бил из персонажей монстров. Поэтому тоже присваивается 80. Формула для того, чтобы узнать, сколько процентов было. Вот я закомментировал предыдущий код. Смотрите, как выглядит формула. То есть мы берем, сколько у нас сейчас есть хп, и делим на то, сколько может быть максимум. После деления мы это все умножаем на 100. Таким образом у нас шкала максимум может до 100 пикселей продвигаться, больше она быть не может. А картинка у нас размера 60. Видите, да? Поэтому, чтобы до размера картинки это все уравнять, мы в конце должны отнять еще 40. И вот теперь у нас всегда будет шкала нужного размера. И она будет показывать в процентах сколько жизни у нас осталось. И нам не нужно будет каждый раз просчитывать, если у нас там больше тысячи жизней, если больше 20 тысяч жизней, больше миллиона жизней. и каждый раз делать проверки то, насколько нам нужно уменьшать. А так один раз мы прописали и в процентном соотношении мы знаем, как это будет выглядеть. Ну и наверное для сегодняшнего урока изученного материала будет достаточно. А в следующем видеоуроке мы с вами уже в нашем мире добавим всяческие объекты, столкновения с которыми мы будем обрабатывать. Нам еще нужно будет сделать торговлю это покупку разных предметов, сражения с монстрами, восстановление жизни, прокачку характеристик, квесты, ну и в общем-то очень много всего еще у нас не реализовано. Поэтому подписывайтесь на мой канал на ютубе youtube.com slash user slash delphi game добавляйтесь в группу в социальных сетях которая называется создание игр на delphi желательно конечно добавляйтесь в контакте потому как там больше всего клиентов сидит и я в основном продвигаю эту группу в остальных группах там практически нет народа поэтому я очень редко захожу туда и обновляю материал который у меня появляется ну и пожалуй на этом все встретимся в следующих видео уроках с вами был Виталий Соколов всем пока и удачи в создании игр на delphi